Меня развели мошенники. Они решили грабануть мой инстаграм и очень технично действовали. Сейчас я вам расскажу, как они работают. Я попался на эту удочку. Хочу, чтобы вы не попались. Вчера в 16.30 я еду в машине, и мне приходит гневное письмо, что якобы инстаграм получил на меня жалобу. Вот, смотрите, я вам выкладываю все подробности, и там написано, что инстаграм проверил эту жалобу на какой-то из моих роликов, и все подтвердилось. Причем там такие страшные пункты обвинения. Первое обвинение — искусственные подписчики и лайки. Второе обвинение — нарушение авторских прав. И третье обвинение — поддельная продажа. Боже мой, я, конечно, в шоке, но я точно знаю, что я никогда ничего подобного не делал. В России у меня было 37 тысяч подписчиков, и вот с этим я уехал в Турцию. Сейчас у меня больше 100 тысяч подписчиков, но все равно это же мало. Какие подкрутки, какие искусственные лайки, какие продажи? 100 тысяч подписчиков в инстаграме — это что, бизнес, что ли? Тем не менее, смотрите, в этом письме написано, что мы даем вам 48 часов на то, чтобы ответить на жалобу. И вот ссылочка прям висит в конце этого письма. Оттуда прям кликаешь, и у тебя открывается вот такая вот интересная картинка, которая выглядит, как будто это действительно от корпорации Мета, которая владеет, соответственно, и фейсбуком, и инстаграмом. И вот заполни заявочку, да? И они пишут, так, мы сначала проверяем, что там безопасность, да? И что надо заполнить? Так, ваш логин в инстаграме, потом ваш пароль в инстаграме, и еще потом какой-то номер. Что за номер? Я все... Я думал, может, номер телефона? Нет. Потом оказалось, что это номер, они мне присылают в виде смс-ки, шестизначное число, вот его туда забей. Но дело-то не в этом. Дело не в этом номере, а в том, что, видите, у меня пароль моего инстаграма просит, да? И вот написать туда свой пароль — вот это и есть большая ошибка. И я сделал эту ошибку. Вы спросите, ну как же я мог? Ну как я мог своими руками вписать пароль? Ведь всегда же предупреждают, что когда по телефону звонят бабушкам и говорят, скажи пароль от своей кредитной карточки, ни в коем случае не говори, потому что никакой Сбербанк, никакая служба безопасности никогда не будет просить свой пароль. Да-да-да, я все понимаю. Я вроде бы и не бабушка, но дело в том, что это же инстаграм. Ну я не придаю ему такого большого значения, да? Ну в нем... Зачем он, кому он нужен, да? Он и Кремлю не нужен этот инстаграм, у меня там в нем никогда никакой политики не было, вы понимаете? То есть кому зачем нужно лезть в мой инстаграм и что там делать-то, да? Сейчас я понимаю, что кто-то хотел его то ли заблокировать, то ли уничтожить реально какие-то ролики, да, которые кому-то мешают, то ли я вот не исключаю, что может быть человек входит в мой инстаграм, меняет пароли, я теряю доступ к нему, а потом он, например, говорит, ну заплати нам немножко денег, и мы тебе все восстановим. Может быть это такая форма мошенничества? Я не знаю, напишите мне в комментариях, друзья, будет очень интересно, да? И еще я хочу попросить всех знакомых хакеров, компьютерщиков или компьютерных гениев, а может быть вы сможете пробить вот этих мошенников, взломать их, найти их, кто они вообще. Судя по всему, они не в России и не в Турции, а в Нью-Йорке. Ну может врут? Ну сейчас вы узнаете, при чем здесь Нью-Йорк. Из Нью-Йорка тянулась костлявая лапа к моему инстаграму. Итак, вот в этой форме я вбиваю имя и пароль своего инстаграма. И спустя буквально минуту в моем реальном инстаграме приходит сообщение. Кто-то пытался войти в ваш инстаграм в Нью-Йорке. Это вы или нет? Я пишу, ну конечно не я. Что за бред? Почему Нью-Йорк? И я снова забиваю эту же самую форму и снова отправляю. Мне же страшно. Мне же написали, что у меня 48 часов, и если я не отвечу по всем пунктам обвинения, то мне заблокируют мой аккаунт, и не будет у меня инстаграма, да? Ну как-то обидно, слушайте. 100 тысяч подписчиков все-таки на дороге не валяются, пусть будет. Хотя, наверное, я без него переживу. Или заведу новый, но не важно. В общем, я пытаюсь увидеть, так на что жалобы, и не могу. Вот я заполняю эту форму, отправляю, и меня дальше перекидывают просто в мой собственный инстаграм. Я никуда дальше не прохожу ни на какую жалобу. Я ничего не вижу. Так на что была жалоба? Сейчас я понимаю, что никакой жалобы не было, но не важно. Но каждый раз, когда я заполняю эту форму, мне приходит опять в инстаграме сообщение. Вы пытались войти в Нью-Йорке, в свой инстаграм. Да нет, не пытался. И умный инстаграм мне говорит, ну тогда замени пароль-то. Окей, я меняю пароль. И еще раз меняю пароль. И думаю, ну нету, нигде не могу найти эту жалобу. Давай я попробую ответить вот на это письмо, которое мне пришло изначально о том, что все, я все нарушил, и меня заблокируют за 48 часов. Я смотрю, это просто турецкий номер телефона. Мне пишут через WhatsApp. И рядом с этим турецким номером телефона стоит шидик, то есть значок инстаграма. Они вставили сами. Хотя стоп, смотрите, вчера здесь был логотип инстаграма, а сегодня уже нет. И странно называется этот аккаунт, этот телефон. Инстаграм-жалоба. Да еще и по-русски. Ну мне бы догадаться, да, что любая подобная платформа, как только переходит вот в такие вещи, YouTube и везде, там все начинается по-английски. Как только вот сложные юридические или бухгалтерские вопросы с YouTube или с Facebook, все уже по-английски. Здесь инстаграм-жалоба. Ну, ну куда там? Слушайте, мне же угроза. Мне грозит, что через 48 часов мой инстаграм заблокируют. Все. Я отвечаю вот этому телефонному номеру, турецкому телефонному номеру с названием инстаграм-жалоба. Я им пишу. И в ответ они мне пишут. Мы получили вашу форму. Вы ее неправильно заполняете. Я отвечаю, правильно я ее заполняю. И вдруг с этого номера телефона мне пишут. Скажи мне пароль. Не скажу, отвечаю я. Вот тут я все понял. Спалился мошенник. Скажи мне пароль. Да еще и на ты. Наверное, это было самое главное. Если бы он написал, сообщите нам пароль, может быть... Да все равно бы не сообщил. Ну, перебор. Дальше я понимаю, что это мошенники. Пишу им, что это мошенники. И мне приходит сообщение с нового номера телефона. Тоже там стоит значок какой-то инстаграмовской структуры. Но этот номер телефона уже нью-йоркский. Смотрите. Плюс один. Вот он. И оттуда мне пишут. Это мы, группа поддержки инстаграма. Мы вам хотим помочь. Вот, видите, это вся переписка. Мы так для вас стараемся. Все для вас сделаем. Сообщите нам пароль. Не сообщу. Вы мошенник. Пишу я им. Вам это зачем? Они не разводятся. Они пишут, что нет-нет. Мы работаем для вас. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы помочь. И я понимаю, что это не робот. Я понимаю, что ни в какой солидной структуре никто не будет лично, живой человек, переписываться с простым блогером, у которого 100 тысяч подписчиков. Вы попробуйте пообщайтесь с YouTube. Вот у меня на YouTube 600 с лишним тысяч подписчиков. Тысячу лет я там работаю. Но я, когда пытаюсь заполнить там просто какие-то платежные данные для того, чтобы вот эти копейки мне капали там 100 долларов в месяц, я чтоб получал за их монетизацию, что-то их не устраивает. И я никак не могу продраться сквозь YouTube все эти бюрократию, потому что там роботы, роботы, роботы. Ну и в основном по-английски. Хотя не проблема. Главное роботы. И тут вдруг в Instagram, ага, прям вот они все бросили и со мной общаются, чтобы я, не дай бог, так сказать, не потерял возможность ответить на их жалобу. Ну ошейники. Ну понятно. Друзья, я еще раз вам вот призываю, те, кто компьютерные гении, посмотрите. Вот номер телефона один, турецкий. Вот номер телефона другой, нью-йоркский. Вот ссылочка вот на этот вот. Я ее прям прикреплю к этому ролику. Прям ссылку вот на этот вот их форму, с которой они черпают данные о наших паролях, да. Может быть, вот кто зарегистрировал вот этот вот ресурс, на котором они вот эту красивую форму выкладывают, может быть, там можно их зацепить и спалить, да. Но обратите внимание, время 16.30, 17.30. То есть в Нью-Йорке это утро. 9.30, 10.30 утра. То есть кто-то вышел на работу и занялся делом, да. Зланялся моим инстаграмом. Поэтому я подозреваю, что реально мозговой центр всей этой работы находится не в Турции, а все-таки скорее в Нью-Йорке. Потому что 16.30, 17.30 в Турции, ну, народ уже не любит работать. Ну, слушайте, в офисах, я думаю, все уже ушли. В 9, в 10, в 11 утра в Турции работают. А вот уже в 17.30 заниматься моим инстаграмом. Нью-Йорк. Костлявая рука из Нью-Йорка. Все-таки обломалась. Спасибо инстаграму за то, что они сразу чувствуют, что не может один и тот же человек входить с разных континентов в свой инстаграм. И не дали возможность Нью-Йорке. Отлично. Зачем я вообще в России держал инстаграм? А мне было интересно. Я завел тикток, и там у меня были там миллионы просмотров. То есть это было классно. Я гордился как журналист. Что вот я делаю репортаж на одну минуту. Классный. Да, ну, например, о том, что произошла авария на бетонке в районе Новой Риги. О том, что там, значит, со смертями там все, значит. И с коптера это все снимаю, красиво монтирую. 7,5 миллионов просмотров в тиктоке и 60 тысяч просмотров в инстаграме. Я аж прикалывался, насколько меня инстаграм пессимизирует. И такие же репортажи без политики, а вот всякая социалка, я делаю в Турции. Вы видели их регулярно. Там и с недвижимостью, и какие-то, и Батуми, и дороги. Ну, Турция, да.